Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер! Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Вы знаете, мы постараемся поговорить прежде всего о творчестве и каких-то, на мой взгляд, важных и действительно серьезных мировоззренческих вещах, о том, что происходит сегодня. Вы знаете, у меня есть вопрос, который я стараюсь всем задавать. Вы можете сформулировать в своем литературном творчестве, что вы ищете? Потому что, можно сказать, что разные поэты, писатели, они находятся, наверное, в поиске чего-то. Если на одном фланге даже кто-то, кто пишет просто вот все, что он видит, потому что он не может не писать, а кто-то, наверное, как высшая точка ищет какой-то высшей истины, ищет Бога, кто-то ищет просто красоту. Вот в вашем случае можете сформулировать что-то, что вы пытаетесь найти в своем литературном поиске? Потому что в любом случае, наверное, каждая книга – это определенный новый поиск чего-то. Вот я никогда не думал над подобным вопросом, он мне очень понравился, и я могу очень коротко ответить. Во всех жизненных ситуациях, во всех конфликтах, во всех проблемах, которые волей-неволей приходят в твой текст, вы знаете, задали какой-то феноменальный, интересный для меня вопрос, ответ на который очень короток. Я ищу человека, но человека, о котором бы можно было сказать, что это человек, на котором держится, стоит мир. Это не значит, что это идеальный какой-то герой. Это не значит, что это вообще герой, который должен совершать некие героические поступки или еще чего-либо рода. Нет, это просто человек, в котором содержатся все те, предположим, евангельские, уж если у нас разговор зашел об этих вещах, евангельские заповеди, и он отвечает их содержанию, а если не отвечает, то вольно или невольно стремится соответствовать им. И даже хорошо было бы, если бы это было невольно. Вот я правильно понимаю, что вы православный человек, а вот на ваш взгляд, ну вообще, что такое, существует православная литература сегодня? Ну, наверное, существует. Я бы так, собственно говоря, вы знаете, не обужал бы проблему вообще христианская литература. Существует ли она? Есть замечательный писатель, она замечательный поэт, Олеся Николаева. Она пишет то, что находит отклик, в прозе пишет именно то, что находит отклик среди людей христианского мировоззрения и именно среди православных людей. Это очень качественное письмо. Но это именно чисто такие удалённые, как бы вынутые из общего потока жизни вещи, рассказы. Таково свойство её как писателя. Она пишет именно вынутые, как бы, истории из широкого формата жизни. Я бы так сказал. Это замечательно. Но если бы... Но для меня, предположим, это не свойственно. Вот предыдущий мой роман, это минус 273 градуса по Цельсию, для меня, у меня был предыдущий мой роман «Чудо хождения по водам». Естественно, «Чудо хождения по водам» – это сразу у нас появляется ощущение понятия Христа, идущего по воде, и Петра, пытающегося идти к нему, и у которого не получается. Вот у того героя вдруг открывается способность хождения по водам. То есть я использую этот образ библейский для того, чтобы сказать об обществе вообще. Вот как общество отзовётся на этот эксперимент, я не знаю чего, небо, но мной допускаемый в романе, да? Как общество отзовётся на такой эксперимент? Вот Господь сподобил одному из своих творений это чудо совершать на глазах других людей. И вот реакция общества, как общество на это отзывается, что хочет с этим чудом для себя, вот это составляет предмет изображения в романе. Можно ли сказать, что это православная литература? Ну, сказать, что чисто православная, она просто христианская, да? То есть и более того, это испытание нашего общества оселком вот евангельского какого-то явления. Что получается, каким образом получается, что с героем в результате этих всех событий, которые с ним происходят, свершается. Я не могу про себя сказать, что это какая-то специальная христианская литература. Здесь просто участвует моё мироощущение, моё веровоззрение. Ну да, я верующий христианин, да, и так как в детстве был крещён в православии, то я человек православный. Но мне лично вот очень было дорого, очень приятно в том храме, куда я обычно хожу, прихожанином которого являюсь, когда я познакомился. Мы давно видели друг друга в этом храме, познакомились с одним человеком, молодым, молодым, который мог бы быть мне сыном. И мы с ним заговорили о том, что он читает. Он мне говорит, вас читаю. Назвал роман мой, какой роман он читает. Для меня это было неожиданно и приятно. Я говорю, собственно говоря, откуда вы знаете, что я-то я, потому что я не представлялся, не говорил ничего, что я писатель. Хожу и хожу в храм, ну вы понимаете. А он говорит, а вот отец Игорь порекомендовал. То есть отец Игорь считал, наверное, что этот роман, в котором нет совершенно никаких храмов, в котором нет разговора об Евангелии, ну и вообще разговора, так сказать, вообще богословского, предположим, просто изображена жизнь. Но как она изображена? К чему приведен, видимо, герой? Какой герой, хотя он совершает массово прометчивых поступков и подчас не очень красивых? Это там 90-е годы. То, что отец Игорь, то, что священник порекомендовал этому прихожанину читать мой роман, это свидетельствует, наверное, о том, что внутри самого романа есть нечто такое, что это может быть воспринято и воспринимается как христианская литература. И поэтому, вот отвечая, возвращаясь к тому, что вы меня спросили, есть ли она христианская литература, понимаете, я думаю, что она есть. Она есть, но она существует вот не в таком открытом виде. Для нас понимается, что, ах, вот есть, мы пишем о жизни, предположим, какого-то прихода, что там происходит, как происходит, там, как на исповедь ходят, как стоят на литургии, предположим, вот, что именно это христианская, ну, в данном случае православная литература, ну, это очень узкое понятие, я думаю. Вот меня в этом убедил вот этот случай, о котором я вам рассказал, потому что священник почел нужным считать, рекомендовать своему более молодому прихожанину именно этот роман как христианский, понимаете. А у вас проходило какое-то изменение мировоззрения вот в течение жизни, в течение, вот, скажем так, с начала литературного творчества? Ну, наверное, происходило просто изменение. Но не глобально. Ну, глобально или не, то есть, можно сказать, что это прям какие-то серии? Нет, нет, у меня не было какого-то глобальной такой ломки, что я бы в 16-17 лет думал и чувствовал как-то одним образом, а в 50 стал по-другому. Были, конечно, изменения просто во взгляде на определенные вещи в жизни, на события вокруг тебя. Да, ты смотрел, предположим, в 20-25 лет на какие-то вещи одним образом, а в 50 стал смотреть другим. Это да, есть, безусловно, но это не кардинально. Не кардинально. Не так, чтобы переломиться и совершенно по-другому все видеть и ощущать. А почему вы вообще начали писать? Ну, как стали литератором? Я не знаю, как это происходит, почему это происходит, потому что началось, наверное, с любви к книге. Я вдруг помню, что в четвертом классе я воспылал буквально любовью к чтению. Я ходил в библиотеку, я был записан несколько библиотек, я свердловчанин, и более того, значит, Уралмашевец вырос в заводском поселке. Ну, это большой соцгород, собственно говоря, внутри самого Свердловска. Большинство населения его работало на заводе, Уралмашзавод. Там было несколько очень хороших библиотек, ну, советских библиотек, разумеется. И я во все эти библиотеки был записан, и помню, что прочитывал по три, по четыре, по пять книг в неделю, достаточно толстых, достаточно больших. Вот это обвалом произошло, каким-то образом естественным произошло. Потом интересно, были какие-то... Все шло по синусоиде. Была какая-то пора, когда я не смог вдруг читать всю нашу советскую литературу. Не знаю, почему это произошло. И я читал только переводную литературу. Никто мне не говорил, что наша советская плохая, неинтересная. Но вот произошло каким-то таким естественным образом. Наверное, просто происходил какой-то чисто эстетический внутренний рост понимания того, что хорошо и что плохо. И вернулся, собственно говоря, к советской литературе через чтение литературных журналов. Ну, естественно, так как был молодой, то прежде всего через чтение журнала «Юность». И в один прекрасный день, это я помню было после восьмого класса, я вдруг сел и стал сочинять какую-то поесть. И провел достаточно много времени. Помню, двор оглашается криками друзей. Это была еще та пора, когда во дворах была очень шумная жизнь. А я не выходил, я сидел и так, во всяком случае, полулета провел за школьными тетрадями, в которых вот творилась эта сочиненная мною жизнь. Так что можно сказать, что я начал писать в 15 с половиной лет и затем с перерывами, собственно говоря, уже писал, писал, писал. И была уже в ту пору мысль у меня поступить в литературный институт. Я откуда-то знал о нем. Откуда-то знал о нем, я не помню. Хотя, может быть, не о самом литературном институте знал, а собирался поступать на журфаке, но тогда вышло постановление о том, что на журналистские факультеты нельзя поступать без двух годов рабочего стажа. Мне его было поздно уже зарабатывать, таким образом эта мечта разрушилась. Я поступил в технический вуз, Уральский политехнический институт в Свердловске. Но так получилось, что я учился на вечернем. Меня забрали в армию. И в армию я тоже все время сочинял. Когда была возможность, в те полтора часа свободного времени, никогда надо подшить воротничок, значит, хорошенько почистить сапоги, я это быстро делал и сидел, сочинял. И свой рассказ, первый, из которого я числю свою профессиональную жизнь, я написал в армии на третьем году службы, но, правда, не в казарме. Я лежал тогда в госпитале, и у меня было достаточно свободного времени. И на нерабочем медицинском посту, помню, я провел недели полторы или две и сочинил рассказ, который назывался «Фома из нашего двора». Фома из нашего двора. Вот с него я числю. Это 1966 год, мне 21 год. С него я веду, так сказать, свое профессиональное литое исчисление. Правда, опубликовал я его очень нескоро. И где бы, как бы я его не пытался напечатать, его не печатали. Не печатали не потому, что он был как художественным несоставителем. Нет, он не укладывался в какие-то каноны литературы, которые исповедовались в официальной литературе. И напечатал я его уже только спустя 20 лет после его написания вместе с другим рассказом. Так получилось у меня, что тоже рассказ про другого Фому у меня написался. И вот эти два рассказа, два Фомы, объединенные в такой как бы цикл, я напечатал в 1986 году в журнале «Октябрь» в родном Свердловске. Где до того тоже прежде никогда не печатался. Печатался в Москве в журнале «Октябрь». Вот такая история с моим первым профессиональным рассказом, написанным 21 год. А напечатал я его, значит, на пороге своего 42-летия. Вообще это, наверное, невероятно обидно и тяжело вот так ждать 20 лет, когда написанное увидит жизнь. Потому что сегодня мы вообще привыкли, что все, что вот что-то пишется, и оно буквально вот уже вот оно горит. Оно должно завтра появиться в соцсетях, в живом журнале и так далее. Мне кажется, исходя из сегодняшних категорий времени, это, наверное, действительно очень обидно писателю. Но я просто тогда перейду к следующему. Я знаю, что вы как раз очень активно ведете и живой журнал, и общаетесь в соцсетях. Вот это как раз не есть некое последствие вот такого ну действительно долгого ожидания, когда написанное увидит жизнь. И ну вот для вас вот эти соцсети сегодня, это что, это какой-то важный механизм общения и попадания в литературную какую-то социальную жизнь? Или это просто такое, ну просто привычка, или что это? Эта привычка стала очень не сразу, и в эту сетевую жизнь я входил очень нелегко и очень долго. Как раз это было для меня очень противоестественно. Меня буквально затащили туда попреками, тем, что я отстаю от жизни, что я остаюсь, значит, где-то в колее вот прошлой жизни. И это было два или три даже входа попыток войти в эту сетевую жизнь. Меня выталкивало оттуда. Меня выталкивало, потому что наоборот была привычка такого уединения. Вообще в молодости я даже мечтал просто жить в каком-нибудь маленьком городе, а оттуда посылать в редакции свои вещи, вот чтобы это печаталось. А я бы жил совершенно где-то в долине, на отшибе и вне всякой этой кипящей литературной жизни. Это была мечта, которая осуществиться не могла на самом деле, потому что такова литературная жизнь, что отшлифовывает писателя своей средой. И писатель формируется внутри литературной среды. Недаром говорят, что, ну, бывают исключения, ну, редчайшие исключения, когда писатель вне этой среды может сформироваться. Вот. Так что это была чисто такая мечта, но внутри я всегда, в общем, жил в каком-то огороженном таком пространстве. Да, в своём маленьком городке, в своей деревне, с одной стороны, общаясь с литературной средой, без которой нельзя невозможно, а с другой стороны, ведя свою вот такую замкнутую литературную жизнь. Но когда меня вытащили такими попрёками и увещеваниями друзья в эту сетевую жизнь, я почувствовал сладость её. Действительно, в ней есть радость живого отклика. Я, конечно, не представляю... И я написал несколько, как я говорю, значит, ФБ, то есть фейсбучных рассказов. Это абсолютно не та проза, которую я пишу обычно. Там обрезаны очень многие психологические разветвления, обоснования. Там как бы всё ужимается в, собственно, сюжет. Ну, такова природа, как я чувствую, сетевого интереса, что нужен рассказ о событиях. Нужна какая-то глагольная проза. Я написал несколько таких рассказов, которые были размещены в сети, которые потом были, кстати, некоторые из них были напечатаны в альманахе Союза писателей Москвы «Кольцо А». Вот уговорили меня это сделать. Но вместе с тем не, собственно, проза, по моему ощущению, требуется Фейсбуку или живому журналу, а требуется действительно какой-то вот живой публицистический разговор и это своё новое общение, которое к собственной литературе, мне кажется, имеет весьма непрямое отношение. Весьма непрямое. Но это свой новый способ общения с миром. И я открыл очень много новых людей, которые стали действительно моими друзьями. Я открыл для себя способ познания окружающего мира благодаря сетям. И мне это интересно, мне это нужно. Но вот писать такую подлинную, собственно говоря, прозу, литературу, собственно, всё равно нужно писать в своей деревеньке. Вот так я чувствую. Всё равно надо в своём уединении, в своей тишине, а в это бурление, в это кипение, в эту среду чисто литературную или вот уже фейсбучную, более широкую, ну, выходить тогда, когда в этом есть своя специфическая потребность. Вы за современной литературой следите? Так вообще она вызывает интерес или не очень? Ну, как... Невозможно, находясь внутри литературы, не следить за ней. Это просто, ну, что ли, называется тот океан, в котором ты плаваешь одной из рыб. А какие-то вообще, на ваш взгляд, большие имена, вот, действительно, значимые для, скажем так, современной литературы? Вы кого-то видите? Знаете, это вопрос... Я понимаю, что всегда тяжело, да? Знаете, это вопрос не к писателям, на самом деле. Не к писателям. Почему? Потому что, хочешь, не хочешь, первым всегда назовет писатель самого себя. Не потому, что он, значит, никого другого не видит. Это естественный способ существования. Потому что то, чем ты занимаешься, это для тебя главное, это для тебя существенное. И тебе кажется, что ты, особенно это происходит в момент, когда ты закончил какую-нибудь очередную вещь, и как Пушкин бегал, значит, там и кричал, что «Ай да Пушкин, ай да сукин сын», да? Вот в тебе подобные слова звучат, ты так чувствуешь, ты так понимаешь. Потом начинается жизнь этого произведения, и вдруг оказывается, что ты оказываешься сукиным сыном только без, значит, этого междометия «Ай». Вот. А могу говорить о том, что есть писатели, которые мне очень интересны, которые, по моему ощущению, работают вот на стрежне, что ли, нынешнего момента. Я, например, вспомнил такое имя Алексей Козлочков. Имя, которое вам ничего не скажет, вы его не знаете, а он несколько лет назад получил премию имени Белкина за свой просто великолепнейший, великолепнейшую повесть. Она называется «Запах искусственной свежести». Начнем с того, что это прекрасное название. Запах искусственной свежести. Вот в этом уже какой-то клубок непонятно чего связанных. Искусственная свежесть, да? Это рассказ. Он, как выяснилось, затем уже позднее, когда я с ним познакомился, я его не знал. Вот я был просто членом жюри этой премии. И он служил в Афганистане командиром ротным в минометном десантном подразделении. так что он все это сознанием написал. И он написал небольшую поесть, которая по общему ощущению большинства членов жюри – это событие, настоящее событие. Вот о том, как там погиб солдатик один во время не боевых каких-либо действий. нет, а просто потому, что вот из-за нашего какого-то отношения к человеку, когда у нас недостает истинно гуманистического отношения к личности. Вы знаете, в этой повести отзванивает Лермонтов с его героем нашего времени, с Максимом Максимовичем, понимаете, это очень и написано это блистательно совершенно. маленькая повесть, может быть, она три авторских листа, едва ли больше, даже меньше, по-моему. Вот. Она получила свою премию, получила какую-то маленькую прессу, и все исчезло. Человек издал одну книгу, в которой там эта повесть одна из центральных. Но вот с другой книгой со своей уже ходит по издательству, а издать не может. Его отфутболивают, потому что он как раз не находится как-то в среде. Он живет в Германии. Бывший наш капитан в силу сложившихся обстоятельств он живет в Германии. Но это одна из по-настоящему литературно значительных величин. Но таково устройство нашей литературной жизни, что критика наша практически разрушена. Издательский процесс формируется тоже под какие-то свои внутри понимаемые задачи. Если можно так сказать внутри понимаемые задачи. Контоминация какая-то, но пусть будет так. И если бы я, предположим, был издателем, если бы я был издателем, то я бы взял Алексея Козлочкова как говорится в свои руки и понес бы его и попытался бы на нем зарабатывать, он хорошо пишет, он много пишет, но я не издатель. И издатель не всякий просто-напросто умеет продавать. Есть много хороших издателей с хорошим вкусом, но продавать не умеет. Это какое-то свое особое искусство. Но вот один такой пример. А можно сегодня жить литературой? Вот так на ваш взгляд? Или это все-таки миссия не профессии, не хлеб? Ну, я знаю, что живут литературой десяток писателей. Вот. Я не могу жить этим чисто на чисто гонорары. Мне таких гонораров не платят. Тут должна быть какая-то вообще в обществе система поддержки писателей, литераторов, которые просто-напросто не существуют. потому что сейчас существует так называемая премиальная поддержка. Когда если получишь премию, то тебе будет выплачен какой-то ну не гонорар, а какая-то сумма, на которую можно сколько-то существовать. Но это очень выборочно, это очень случайно, потому что там сходится масса обстоятельств, когда сам я неоднократно бывал членом жюри различных премий, и скажу, что премию получает не лучшая вещь, не лучшая вещь, а вещь, которая как бы устраивает всех. Почему? Потому что для меня одна вещь лучшая, для другого другая вещь лучшая, для третьего третья вещь лучшая, и так далее. И мы не можем сойтись. А вот на какой-то вещи сойдемся, она может быть хуже этих лучших, которые кажутся нам, но на ней мы сойдемся, потому что кажется, что да, надо стоить премии, но мы все согласны. А потом, когда происходит это обнародование, то начинается возглас странно, почему она, ведь ей же есть более интересные, есть более значительные вещи, почему получила премию это, да, вот, то есть может быть наиболее интересные вещи, наиболее значительные произведения, они не получают того, что бы должны были получать. Ну, тут надо говорить тогда вообще о нашей литературной жизни, о том, как она складывается, о взаимоотношениях писателя и издателя, без поддержки издателя, писатель не может существовать нормальным образом, вот так вот, чисто материально, а издатель вкладывается в то, что отдаст ему очень быструю отдачу, и это как раз прежде всего не то, что мы называем высокой литературой, и этой высокой литературе в результате существовать безусловно трудно, просто тяжело даже. Я знаю, что вы уже много лет ведете семинары для молодых писателей, да, прежде всего в Липках, и сегодня очень модно говорить о таком понятии, как социальный лифт, в данном случае, да, если вот это применить к писателям, вообще, ну, возможен и должен быть какой-то социальный лифт для молодых писателей, то есть как вообще, ну, какой вот самый логичный, правильный механизм все-таки попадания в большую литературу, это просто талант, или вот все-таки это какая-то, не знаю, поддержка государства, какое-то менторство, какое-то, ну, вот, как молодому писателю сегодня, кроме как через, опять же, соцсети можно попасть и правильно попадать в большую литературу? Я не знаю, как через соцсети попасть в большую литературу, потому что я вот читал талантливых людей, очень талантливых людей в соцсетях, вот в этих каких-то, на каких-то порталах, специально посвященных литературе, там, прозе, поэзии, и большинство из них, которые вот там публикуются, даже очень талантливые, они все сырые, им всем надо, что называется, шлифовка, им всем нужно доходить до какого-то профессионального состояния, я просто не встречал других случаев, хотя масса очень талантливых людей, и в этом смысле то, что делает фонд Саиб, фонд Филатова, это поистину фантастическая, конечно, вещь, да, это вот настоящий социальный лифт для молодых писателей, потому что вот Филатов ведет это уже чуть ли не 20 лет, собственно говоря, с 2000 года, да, и практически все молодые писатели, ну, за исключением каких-то имен, буквально 2, 3, 4, они все прошли через эти липкинские форумы, через липкинские форумы, через липкинские семинары, потому что там же не просто они приезжают, там идет вот вот та самая работа, их шлифовка, доводка, профессиональная их обработка, потому что им показываются их сильные стороны, их слабые стороны, показывается путь, по которому они могут идти, чтобы достичь каких-то достойных результатов. и вот именно фонд дал возможность вырасти новому поколению писателей, а так бы, конечно, они были, он дал вот ту самую среду, о которой мы говорили, он дал им среду, дал возможность общаться с старшими писателями, которые понимают, что и как, и это принесло свои, конечно, самые благожелательные плоды. Другое дело, что единственный ли это способ, так ли это должно быть. Сейчас появились платные писательские школы, то есть платит молодой писатель определенную сумму денег, как правило, не такую маленькую, значит, с ним занимаются тем же самым, что на этих форумах липкинских вот и в принципе это мировая практика. Не бывает так. В мире везде существуют эти самые школы. В Англии, в Америке, везде они существуют. Так просто не появляется. Без среды невозможно. редки случаи, когда без среды появляется писатель. А современную западную литературу как-то вы вообще отслеживаете? Какое вообще ощущение от того, что сегодня на западе? Я не читаю, к сожалению, на языках. Ну, то, что у нас там как-то переводится, издается. То, что у нас переводится, издается, я читаю. Но мне это большей частью не нравится. Я не знаю, в чем здесь дело. Потому что то, что у нас издают, это не отвечает иностранная литература очень качественная. Журнал иностранной литературы очень качественную литературу издает, печатает. Но чаще всего там же в иностранной литературе все это и остается. А переводятся у нас знаменитые имена, предположим, французские, американские, японские. Но знаменитые как раз опять по такому принципу бестселлерному. А это не та литература, которая близка мне. Вообще, ну, мы сегодня все очень, наверное, наша российская интеллигенция обеспокоена действительно тем, что сегодня происходит в Европе, потому что ну, вот здесь разные очень оценки. Кто-то считает, что мы вообще мир теряет европейскую цивилизацию, кто-то считает, что наоборот там все замечательно и намного лучше, чем у нас. Здесь вопрос не только в наплыве мигрантов, но и вообще, скажем так, с тем, ну, с новой, с новыми тенденциями европейской культуры во всем. мы в театре, когда культура, ну, по сути, наполняется какими-то симулякрами и идет, ну, некое, кто-то считает, что некое принижение культуры, то есть принижение планки человека и, наверное, да, какие-то, ну, подобные моменты переживает и литература. Вот, на ваш взгляд, сегодня все-таки, да, если говорить, что мы это часть вот этой, да, единой европейской цивилизации, единой христианской европейской цивилизации, вот, на ваш взгляд, что сегодня в целом происходит вообще с европейской культурой? Я не знаю, что происходит с европейской культурой. Я не знаю, я человек, который немного ездит, я русский человек, я живу в России, про Россию я готов говорить много, и для меня больное место Россия. Если говорить про европейскую цивилизацию, то я-то, например, уверен, что она очень устойчива. Она проходила через такие буря, через такие катаклизмы, такие страшные войны прокатывались через нее. Ну, чего, чего, чего только не было. Но как христианская цивилизация, как культура, она существует уже столь длительное время, что у нее громадный запас прочности и у политического класса, и у людей культуры, и у людей, которые занимаются предпринимательством, и которые сейчас очень важны в современном мире, это не основывается на знании непосредственном, понимаете? Ну, у меня нет этого непосредственного знания, я не жил ни в одной европейской стране больше двух недель. понимаете? Это не знание, это прикосновение. Но все равно мы как-то все равно следим, да, и через даже там по телевизору, через интернет, ну, теми активными культурными, ну, вообще цивилизационными какими-то изменениями. Вот это мое чувство, которое основывается на знании просто европейской цивилизации, понимании ее культуры, это очень устойчива на самом деле цивилизация. И те бури, которые там происходят сейчас, если связывать, например, с это и с миграционными процессами, Европа прекрасно умеет все это переваривать. А вы верите в какую-то особую миссию России? Вот вообще с вашей точки об этом можно говорить? или это... Ну, вообще похоже, что и в России какая-то есть своя миссия. Но какая, пока непонятно. Можно сказать, что когда есть цензура, художник в каком-то аспекте даже лучше раскрывается. Просто есть такое мнение, что как раз при полной свободе, а так как вам довелось работать, вот как мы начали разговор, да, и при советской цензуре, и сегодня, что когда есть полная свобода и неограниченная возможность писать все, что угодно и о чем угодно, для творца оказывается, что вот отсутствие каких-то рамок не всегда плюс, что вот в условиях цензуры, если мы даже посмотрим, как вынуждены были работать и писать и при циталитарных режимах великие писатели и художники, что иногда получается парадоксально ситуация обратная, что они в этих условиях больше раскрываются. Нет, это лукавое утверждение. Я категорически с этим не соглашусь и не просто голословно не соглашусь. Все дело в том, что цензура писателей вообще художника непоправимо калечит, потому что цензура, начинаясь с каких-то естественных и логичных требований к художнику, она затем становится самодавлеющей силой, она затем начинает обрезать вокруг очень-очень-очень много жизненных тем, жизненных проблем. Наконец, она его… Вот вы знаете, это как со зрением глоукомным, которое все уменьшается, 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 человек начинает смотреть в какую-то как подзорную трубу, а потом зрение исчезает совсем. И если брать время самой жестокой цензуры в Советском Союзе, 30-е, 40-е годы, первые половины 50-х годов, да еще она держалась долго, я испытал прелести ее, то, вы знаете, там было уже зрение просто в очень узкую подзорную трубу. Другое дело, то, что цензура заставляет выворачиваться как-то, и действительно тогда появляется какой-то эзопов язык, действительно приходится искать какие-то способы, чтобы сказать о существенном и насущном, и это может иногда получаться интересно, но все равно площадка очень вытоптана, все равно она очень обрезана, все равно очень обрезана, и художнику нужна свобода, без свободы невозможно. Другое дело, и вы об этом очень хорошо сказали, что когда происходит разжимание, когда челюсти разжались, то выскакивает, вытрясывается очень много того, что и недостойно изображения, и неуважительно по отношению просто к человеку, вот, но нужно время, нужно время, чтобы это все утряслось, чтобы все обмялось, и чтобы в обществе, в самом обществе, возникло неприятие определенных вещей, и наоборот, востребованность других. Общество должно быть свободно, общество, которое тоже не свободно раскрылось, оно тоже не понимает своих приоритетов. Вот, предположим, постмодернизм, который был у нас понят как стёб, и который в 90-х годах в начале вроде бы поднялся и хотел завоевать самое большое пространство, он сошёл на нет, его нет. Это произошло естественным путём. Никто его не выжимал из литературы, но шёл сам. Но при этом мы порой говорим, что наоборот, мы сегодня в общественном и в массовом сознании переживаем какой-то пик постмодернизма во всём, начиная от телевидения до политики и в современном искусстве. Или вы всё-таки считаете, что как раз постмодернизм уже сходит? Нет, потому что есть мнение, что наоборот всё заполнено этими самыми симулякрами, искусственными какими-то, искусственной подачей проблем. Мы смеёмся вместо в тех местах, где надо было бы плакать и так далее. Или всё-таки это не так, и постмодернизм это уже, на ваш взгляд, это прошлое? Ну, разве это постмодернизм нынешний? Это просто уродство, по-моему. Постмодернизм это течение действительно интересное, имеющее право на своё существование. я хочу подчеркнуть, что в литературе у нас не было постмодернизма настоящего. Нас не было. Он был наш, специфичный и тоже калечный весь, который вот это как стёп был воспринят. А вы вообще человек политизированный? Потому что, да, вот вы сделали тоже привязку к событиям Болотной площади, вот вообще я не знаю, я не политизированный человек, я просто человек, живущий в обществе, все мы живём в обществе, и какие-то процессы происходящие в нём не могут на нас не отзываться, да, вот, ну, а писатель, писатель самой природы, по-моему, создан для того, чтобы это всё слышать и всё-то в нём каким-то образом отзывается, естественным образом, невозможно не откликаться на это, ты просто такая мембрана, такое чувствилище всех этих вещей, они проходят через тебя, ну, а о чём же писать, как не о человеке, живущем в обществе, испытывающим давление общества, вот, и это давление благожелательное, радостное, или же это давление, ущемляющее личность. Другое дело, что у меня, конечно, есть, как у человека прожившего, в общем, на этом свете уже немало, есть своя система ценностей, которую я исповедую и которую хотел бы, естественным образом, донести до мира, до читателей, есть мироощущение своё, но это естественно, это так свойственно каждому писателю, вот, а не отзываться, не отзываться на события мира, на жизнь, в которой живёт писатель, ну, это просто не быть писателем. А если мы заговорили про вот этот роман, можно тогда, ну, в двух словах, как эта нотация, он о чём? Автору безумно трудно говорить, о чём книга, эта книга, в принципе, хотя она и реальная, хотя она вот аллегорическая, метафорическая, это книга о нашем времени, на самом деле, я её начал писать в 2013 году, вскоре, после 2012 года, после выборов, после событий, которые происходили у нас в Москве на Болотной площади, после первых процессов, которые пошли. Их нету в реальном виде здесь, но это роман о человеке, который неожиданно для самого себя, попадает в жернова той машины, которая обеспечивает государственную стерильность или общественную стерильность, неожиданно для себя, не понимая. И вот то, что происходит с ним, то, каким образом это с ним происходит. Ну, мне в этом, во всяком случае, видится слепок нашего нынешнего общества, нашей нынешней жизни. И, судя по тому, что это вызвало такой достаточно живой интерес, достаточно живой отклик критической, читательской, среде, я понимаю, что я угодил в точку, потому что, собственно говоря, вот роман вышел, это сейчас вышло книжное издательство, но он был опубликован несколько месяцев назад, еще в прошлом году, в журнале «Знамя», и вот эти отклики, они пошли после публикации в журнале. Анатолий Николаевич, большое спасибо, что Вы нашли время к нам прийти, и действительно это было очень интересно, я очень рад, что мы стали одним из первых, кто увидел Вашу новую книгу. Я хочу напомнить, что мы находимся в эфире БиблиотВ, в библиотеке искусств имени Боголюбова, и мы сегодня первые смогли возможность увидеть уникальную книгу Анатолия Курчаткина, и у нас в гостях Анатолий Николаевич Курчаткин, писатель, член Союза писателей Москвы, член Русского ПН-центра. Вам спасибо. Большое спасибо. Вам спасибо. Спасибо.